На скамейку вот сюда, чтобы видно это было. И оттуда поснимай маленький. Я тут что делаю. Покажу голубята. И комментировать надо. Раннее утро. Еще на улице конечно голуби спят. А тут не заспать. Тут надо убираться. Кошек убрали. Вот маленькие голубята. Уже вон какие большие. Они боятся меня, Игнатьович. Ну боятся. Я встал и они сразу перестали махать. Упустили, когда крыльями машут. Вот этот момент интересный. Потому что городские люди ничего этого не знают. Как утренняя гимнастика в УВГ идет. Вот убираю за ней. Вот сейчас все убирать надо. И как я убираю сейчас я покажу. Постой-ка маленько. Вот бумажки. Вот они только вышли. Они тут оправляются. Ну-ка. Вот они где. Бумажки надо, чтобы они не запачкались. Надо убрать. Вот так. А это вот за ними убрал. Смотри сколько у них тут. Каждое утро убираем. Этот побольше ростом. Этот на отца, наверное, сами. Видишь, белая спина. У отца более белая. У этого нет. А что ему вот когда... О! Опять. Опять надо убирать. О! А кто птиц держит попугайщика, то тоже так же. Но это другое дело совсем. Голый попугайщик. Ну-ка. Гляди какой. О! Вот он уже какой. Раскрылатился. Вот я его теперь превышаю. Он будет знать как. Ну-ка, посылоимся. Ну они сытые. А так я жую, допустим, горох моченый, семечки. И он изо рта берет. Вот так-то голуби... Ой, пришел ко мне сам. Ой-ой-ой. Вот он как. Вот он как. Вот дикари. Это дикари? А? Вот они какие. О! Каждый день все прямо на глазах растут. Вот. Ну вот только что вывелись-то. Вот. Мне надо посмотреть. Сейчас я дневник посмотрю. Сколько у меня тогда они вывели. Так. Это у меня дневник. Вот видите, какой дневник. Это старый. Дом горел. В пожар попало. Вот. Видите, как выдавлено. Это я сам переплетал. Видите, как переплетенный. Этрат переплетенный. Это старинный метод. Фальщиками. Вот он и где. Не оторвать ничего. Вот это. Ну вот он и где. Шнуры. Шнуровой метод. Вот. Толщина книги хоть какая может быть. Вот она какая большая. И этот дневник. Сейчас я посмотрю слово голуби. Когда мне было. Ой, Рождество Христово. Так, постой. Воскресенье. Так. Голубка села парить. Парить, то есть высижать. Двадцать второго декабря она села. Двадцать второго. Двадцать второго. Это означает через где-то 14-16. Через 17 дней примерно она вывела их. Рождество Христово. Что-то я тут... Не может быть, чтобы я не пометил, когда вывелись-то голубята. Ну, через 17 дней. Рождество Христово. Парить села. Двадцать второго. Двадцать второго. Там восемь. Ну, идут около 10-го числа примерно. Не пойму, что тут у меня так слабо указало. Голубята вывелись. Вот когда. Это у меня было восьмое, девятое, одиннадцатое. А одиннадцатое и сегодня двадцать шестое. Полмесяца еще нет. Одиннадцатое, двадцать шестое. Ну, полмесяца. Показываю еще как. Видите? Переплет какой-то. Называется вот это вот. Фальщик. Вот она с той стороны. Синенькая такая идет. Вот она и. Ну, там порчено уже. А это лясе. Закладка. И вот таких книг переплести. Если все показать, это очень интересное дело переплетать. Переплесчики сегодня даже не знают. Старинный метод. Фальщики. Видите, как она туда подводится. Полное открывание. Сзади вас там. Вот они где. Вот она пришла, голубка. Рядом прямо. Дикари. Привыкли. И вот на каждый день я за это... Я буду им туда... Вот. Вот они где. Я показываю дневник. Воскресенье. Когда, что, какого. Таких дневников я веду примерно 50 лет. Дневники каждый день. Вот когда меня арестовали. Все конфисковали. И прокурор говорит. Ну, вроде как бы похваляясь. В краевом суде во дворе жгли ваши материалы. Две большие огромные кучи были. Действительно так. Я в 87 году освободился только. И снова у меня входило 1200 писем. Писем за год. Это конвертов 1200 надо было. И это не просто письма. Иногда по 10 листов. Я печатал и печатал. О крещении, архиереям везде рассылал. Вот она. Еще тут толкешься. А ну-ка. Вот она и где. Ну, ешьте, ешьте там. Ешьте. И снова у меня оказалось сейчас 77 томов писем, переписки. Каждый том 650 страниц примерно. Переплетенная. Вот. Ну, это переплетенная. Надо, может, даже показать, где, как. Как это переплетенная. Вот, смотрите. Показать каждый метод. Ну, это просто уже попутно. Я люблю очень переплетное дело. Реставратор. Вот книга. Вот лист. Ну, опять называют. Полный лист. Вот она какая. Полный переплет. Это уже вторая копия или какая. Житие святых кратко содержалось. Это еще было до ареста. А вот сарковные книги, они не по страницам, а по листам. Ну, тут. Вот показать даже. Вот, которые ходят. Вот вокруг меня за мной гоняются, как я называю их кодла. Что они могут показать? А ничего у них нету. А это вот по пленкам, которые были. Их сопроводителям надо было документы. Сопроводительный документ. У меня только на Златоуста было напечатано. 560 страниц. 560. Ну, вот, возьмите. Вот эта вот книга. Сколько здесь листов? 230 листов. Ну, тонкая. Видите, тонкая бумага по отдельности. А переплетена, видите, каким методом. Вот. Уголки. Точно так же лидерином. Любую картинку могу поставить. Видите, как она выглядит. Это вот все здесь печатал сам. Что здесь? Оглавление на жития святых. Вот за январь. Какой номер. Вот оно. Какая страница. Сколько всего. У сопроводительных и таких жития это 40 пленок по 375 метров. Одна не пленка называлась, а катушка. Это 8 часов 20 минут. Умножьте на 40. Это насчитать надо было. Это полное житие святых. И плюс 147 житий, которые взяты из настольной книги. Панкога готова. Сейчас я им дам поесть. Они сюда слетят. Вот смотри, как я по пути делаю. Вот у меня семечки лежат. Вот семечки я даю. Сюда они уже ищут, где мои семечки. Они любят, когда вот сюда насыпаешь, заманывая их. И окологолубят, чтобы приучить, чтобы они были. Вот он уже где-то есть. 77 томов только после ареста уже было. Но это все было создано до ареста. До ареста. И вот сопроводительное. Ну это вот краткое жития святых. Отпечатано краткое, чтобы составить симфонию. Посмотри сколько. Каждую буковку толок. Он говорит, морковка готова. Сейчас, сейчас. Ну один раз уже подождать. Я слышал. Видите как. Какого числа, кто, сколько страниц. Вот я перелистываю все. И оно переплетено. Особый метод называл я капроновая крошка. Плотная абсолютно. Ну видите, как полное открывание идет. Как будто бы это лист сшитый. А на самом деле не сшитый. Вот март месяц. Теперь я вот на какой размер тут показываю. Вот они идут. Видите. На ноябрь месяц. Жития святых. Сопроводительные документы. Если даже 100 экземпляров я сделал. Это по 40 пленок 400 катушек. И каждому составит сопроводитель. На какой пленке что есть. Все это делать бесплатно. Бесплатно. Вот. Вот. Я скажу, что нигде в мире этого не было. Все оригинальное. Дальше. Вот. На какой здесь сопроводительный. Сейчас я покажу. Это жития святых. Вот сколько это. Только это более мелким вариантом. Жития святых на 375 метров. А они были еще на 250 и на 525 метров. Это отдельные каталоги. Вот. Какого жития. Какое. Сколько. И это сопроводительное. Нужно было отпечатать. Столько бумага была. И отправлять. И отправлять. Вот они где. Это какой век. Вот. Начинается. Первый век. Это из 12 книг. Надо было 365 дней. Все проверить. И первый век. Выписать. Потом второй век. Потом третий. Развернутая картина истории церкви. Этого тоже никогда не было. Вот сопроводительные документы какие. На сколько метров. Какой век. Какие жития. Это я печатал и печатал. Печатал как правило. Иногда даже и свету нету в темноте. Экономил даже на свет. У меня две лампочки. Одна была. Я работаю. А другая. Гости придут. Гости придут. Это значит. Хорошие. Чтобы гости не догадались. Как я обедно живу. Как святые были. В пустыне. Пришли братья к ним. Они их накормили хорошо. Смотри монахи как живут. Вот. А потом они заблудились и вернулись. А у них уже ничего нет. Обыкновенные монашеские корешки какие-то. А это для гостей мы всегда бережем. Свой холодильник отдельно. Вон он куда-то залетает. Их семечки насыпал. Значит их нужно знать природу голубей. Вот сколько здесь я показываю. Что здесь еще есть. Это уже последний. Видите как. И точно так же фальчик. Потом пропилы делаются. Специальные тисочки. И потом хлор винил какой-то называется такой. Белая жидкость. Это мне давал элеватор. Ну то есть везде везде какие-то связи. Свой материал. Я вижу что я запурхался как говорится. И не могу уже еще не успеваю. Тогда организовал курсы переплетчиков. Все бесплатно. Вся комната у меня по стенам. В комнате 12,8. Это и кухня. Это и спальня. Это и мастерская. Жена тапочки шьет. Уже других. У меня работает тут 15 магнитофонов. 12 сразу срываются. Маяк. Вот он какой маяк. Вот он большой. Маяк 205. 320 рублей один маяк стоит. А у меня зарплата была 72 рубля. Чтобы купить один сколько. У меня 15. То есть я работал неукротимый был. На двух на трех работах. Это что я вспоминаю. Это благодать Божия можно только сделать. Кто ремонтировал печь. Говори. Говори. С миром. Но. Так ты за ней заехай. Сделай все как следует. Чтобы она была здесь. С нисхождения сделай. Старая. Больная. Немощная. И прочее так. Возьми вину на себя. Кротким смиренным видом. Поклонись. Одними. Поцелуй. И все время завози ее. Вот так только можно дело поправить. Договорились? Договорились. Договорились. А потом уже тут с тобой будут разговаривать. А мы в коридоре будем. Тебя одна обличит сестра. Ты не покоришься. А мы в коридоре. Тогда она в присутствии троих. Нет? Тогда она собрание вынестит. А ты перед ней просто тоже. И это погаси. Конфликты создавать мы умеем все. А разрешать, разрулить сложнее намного. И ты знаешь, как я разруливал у вас там. И с Ниной жил, наверное, в лагере. На себя брать вину надо. Ущерб какой взять на себя. И дальше легко это все так пойдет. На душе радостно. Так, ты маленько посмотри. Гибель собаки меня интересует. Какие варианты возможны? Ну посмотрел, да? Ну вот, может быть волчья стая тут была. А может люди от злости, что такая у меня дружба с собаками. Благодарю за звонок. Ты никак не упускай момент. Молись об этом и все наладится. А? Ничего, ты помолись, Бог тебе положит. Что ты лишен мудрости, что ли? Отошел, да? Отошел. Сергей Путков. Тот конфликт, который в воскресенье был. Насчет десятины. Она наконец позвонила и сказала, я сама заплачу. А я заплатил за нее. Десять тысяч. Ну что, у меня пенсия шесть тысяч. За два месяца и погасил. Душа дороже. И вот показываю, вот один. И сколько таких книг переплетено. Вот посчитал я где-то. Переплел около трех тысяч старинных книг. Реставрация. Это не моя работа. Просто в домашней обстановке. Вот мне нравится Елизаров. Был костник такой из Кургана. У него на сон уходило два с половиной. Три часа. Три. Три. У меня два с половиной. И он говорит как. Днем я преподаю как профессор. А потом работаю в столярной там. Какой это. Слистарной там эти. Натягивать. Чтобы кости нарастали. Иначе заснул. Я точно так же. Днем печи делаю. Печники. Вот скажите. Сколько можно печей отремонтировать. Разбирать. В саже быть. Один день я отремонтировал шесть печей. Это большой. Большой заработок. Но. Ну мне допустим. Тридцать. Сорок лет. Я только через порог перешагнул. Вечером в потемках. И упал. И не ужинал. Ничего. И не раздевался вниз лицом. И до утра. То есть до полного. Абсолютного изнеможения. Так что вожделение мысли уже. Это. Печь. С фундамента до трубы. Печь. Ее там делают. Они приходят там. Пьянец это. Вдвоем как правило. И делают там дня четыре. Я в день две печи выкладывал. Выработка почти все время. Триста процентов было. Это что то стоит? Как? Благодать. Только благодать Божия. И поэтому. Которые вокруг меня. Там это кодло бегает. Ну я только могу жалеть. У них ничего этого нету. Ну представьте. Три тысячи томов переплести. Так от старинной книги. Листа нету. Его надо мне наклеить. И так это. Подтесать. Чтобы лист в лист. Влился. Обрезать. И дописать букв. Каких нету. У меня книги были. Такие я носил их. Одна книга только можно нести на руках. Такие книги огромные. Огромные. Старинные книги. Вот примерно такой толщины. Ну больше двадцати может сантиметров. Так у меня и баптисты заказывали. Адвентисты. И кого-то это не было. Из тетрадных. Таких. Ну. Бумага. Ну как назвать ее. Тетрадь обыкновенная. Тетрадь обыкновенная. Так. Это сколько там листиков. Я не знаю. Никита. Так. Подожди-ка маленько. Ладно. Я сейчас покажу. Уж начал показывать. Надо до конца показывать. Чтоб не наступить на них. Они у меня сидят. Пускай привыкают слышать. Вот книга. Я ее привез из-за рубежа. Но она без корочек. Вот теперь я и поставлю корочки. Об истинном христианстве. Вот они корочки. Видите какие. Как сделаны. А вот это вот. Когда чистые тетради мы привозили на тележке. Вот. Пятьсот двадцать шесть страниц. Вот одна такая корочка здесь. Ох какая. Это выдавленная. Я сейчас даже могу показать. Это заказ особый мне сделали мастера. А где она у меня? Ага. Вот она. Вот он какой сделан. Но это наоборот. Вырщины. А потом я его зажимаю в тиски. И молотом, говорит, собью. И туда. Горящий. Сначала нагреваю. Вот он как идет. А это у меня из оленьего рога. Такая была сделана. Ей делаю. Вот. Это. Притом все, что вот это я делал. Я отдавал сам на переплет. У меня все, как правило, женщины, сестры. Говорит, а что ты это даешь? Ты сам научись. Тогда я пошел в переплетную мастерскую. Познакомился. Книги купил. И вот она какая книга получилась. А с этой стороны обои. Обыкновенные обои. А с этой стороны такая. Вот открывай. Видите она? Фальчик. Это метод старинный. Шнуровой. Ее не оторвать. Ничего уже. Оторвать то можно. Но она не оторвется. И вот она. Открывается. Полное открывание. Вот она нитка где идет. Вот она нитка идет. Вот она. И она за шнуры. А шнуры вот они где. Вот они идут. С этой стороны. Ну это сразу не расскажешь. И представь себе. Пятьсот страниц с лишним. И вот я переплетаю такие книги. Потом вижу не успеваю. Давай курсы образовывать. С других городов поехали. Священники, диаконы. И у меня живут. И учатся переплетному делу. Уезжают туда. Потом я объявил это в университете, где преподавал. Так. Много нашлось студентов. И им преподают. Все это бесплатно, без копейки. Я никогда голодным не был. Это мой Христос. Вот всегда нужно находить работу себе. Вот я на работе сторожем работал. У кого вижу валенки драные там. У меня запасные валенки. Я ему даю. Говорю, ты надень, походи. А что? А свои сними. И у меня за полдец из чего нарезать. Подощу валенки капроновыми нитками. Вот капроновые. Так. Вон они наверху. А? Вон наверху. А вот оно где. А это на свалке достали. Капроновый завод тут есть такой. Вот оно где. Их не порвешь. Кордовые нити. Кордовые. Они там это. Шинный завод работает. Вот туда это. Закладывается. И оно не гниет. Ни она сырости не знает. Ничего. И вот на этих нитках шнуры тут делаешь. Ну все не расскажешь где ты делаешь. То есть находить надо. Я их подшиваю валенки так, что до второго пришествия не оторвется. Заметил что-то узнал. Это пилы натащить людям где-то. Переплет сделать. Это все между делом работа в работу. Приезжают прямо домой на автобусе и привозят. Ну городское допустим там где хоронят. Обслуживают. И там же много документов. Их надо переплести. Это деньги. Я их переплел им. Принес. А они глаза рассказали. Это наши документы здесь. Все до одного подшиты. Вот такой вот. Вот. Сделано. У меня дерматин. Где? Тормайное депо. А хулиганы режут сиденья-то. А я договорился чтобы не выбрасывали. Мне отдавали. Их склеиваю. И у меня получается мощнейшее. Они говорят. В этом. Ритуальные где услуги-то. Государственные. Стоят они на полке. И как произведение Ленина. Да еще напишешь здесь как есть. И они кому там давали переплетать. Перестали давать. Все ко мне везут на автобусе. Привозят. Завалена комната всем. Это деньги. То есть заработать везде можно. А сейчас молодежь. Денег нету. Не может где-то. Жену не прокормил. Разводится. Как это так? Это неправильно. Надо. Ну просто жить как я называю. В бедности. Интересно. Красиво. Нехорошее слово. Но я его к себе азартно. Каждый новый день. Приносит что-то новое. Вот. Был драматург Розов. Сергей. Я у него брал интервью в литературном институте. В Москве. Я спрашиваю студентов. Что нового было? Что нового? Ну встал. Сходил. Поел. Помочился. Пошел на занятия. Пришел. Поел. Помочился. Лег спать. Так что ли? А мне говорит. Я участник войны. Ему 70 с лишним лет было. Он весь энергия. Я сейчас 6 мест преподавал в Японии. До этого преподавал. Ездил в Америку. Это интересный человек был. Драматург. Старейший. Я с ним разговаривал. Он прямо у меня микрофоны взял. Быстро встал. Говорит. Другой боится. Вот как Песков был Василий Михайлович. По природе все было. Боязливый. Даже угрожать мне стал. Одно время. А этот не так. Вот. Я скажу. Вот мои стихотворения. Они никакие не стихотворения. Вот я в литературном институте был. И как раз там Лев Ашанин вел. Этот. Ну как семинар или что-то. Ну и я. Пока ехал до Москвы. Вот. Несколько стихотворений написал. Цыганский табор. Как все оккупировал. Ну и попросил. Попросил. Москву прочитать. Можно. Они. Мне кажется. Норма была. Одно стихотворение разрешалось. Ну я прочитал одно. Он говорит. Еще есть. Я говорю. Есть. Я еще прочитал. Ну и пошел. А эти другие. Давай. Да пускай еще прочитают. Ну я их на память знаю. Еще прочитал. Он говорит. У нас впечатление такое. Что ворвался. Говорит. Ветер. И все наши шторки убрал. Говорит. И форточки распахнул. Ну что. Говорит. Он сейчас считает. Говорит. Сыкал. Мотоцикл. Мотоцикл. Ну какое это стихотворение то. Оно стихотворение должно просто прожигать. Рвать на счастье пустоту эту. Так. Чтобы люди. Которые. Я стану сейчас на фоне. Чтобы моих голубей было. Вот они. Ну нет. 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 Не получилось это. Реклама с изъяном. Надо всегда когда что-то делаешь. Смотреть. А вот если люди бы этого не знали. Они что потерпели ущерб. Я считаю так. Мои стихотворения. Их 3467. По 9 куплетов каждое стихотворение. А они никому не подражают. Да их стихами нельзя назвать даже. Но. Но в них заложено столько. Вот. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметенье росло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Ну и там. Я по счастям буду. Иные от страха сидеют в минуты. И умерли прежде конца. А если они вышли совсем из каюты. Призвали на помощь Творца. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай Боже чтоб к небу своей кончиной. Других я увлек за собой. Это песнопение положено. Вот. Ты понял к чему призывают? Да. Или пример к себе своим воображением. Это. Ну у вас в моей биографии как бы написано. Все то что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час ни сутки. Но сплошная жизнь. На выходе и в ходе. За обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя как знать. Когда я ускользну. Петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике. В бессилии. Их измотало в горьких перевалах. Там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по логам отвалам. И следует святых о ком я напчитал. И дальше я говорю. Мой бег. Мое убежище с Давидом. За мной доик бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед акриды. А штаб квартиры избран Барнаул. И дальше концовка такая. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд. Следы. Считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте Засеять поле. Застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер. И вот тогда мои труды оживут. Сейчас мешает моим трудам. Книгам я. Моя биография. Она ни на что не похожа. Корявая. И поэтому они. Это как называют. Кодло патарахийное. Суют вокруг. Тогда не надо быть мертвого рвать. Они так не будут. Почему? Такой уже закон. Ну напали два раза на сожениться. Дальше засохло. А труды его живут. Так и здесь. У меня не просто книги. Ну книгу автор сел и пишет. Пишет и пишет. А у меня в каждой книге. А их 30 томов только открытым оком. Три тысячи ссылок мест Библии. Три тысячи. И по месту к месту сказано. Поэтому книги эти. Они ждут своего часа. Вот я начал с чего говорить. А закончил переплетом. Тяжелый труд дан человеку. В поте лица. И поэтому я благодарю Бога. Что у меня должности никакой. В духовном плане. В церкви. Штец. Приехал епископ. Меня рукоположил специально. Чтобы я мог говорить. В храме. В присутствии епископов. Что я и делал. В присутствии митрополита. Представьте. Вот митрополит. Приезжает и просит. Скажите проповедь. Но это что-то стоит или нет. У меня нет никакого образования. У меня есть только любовь к Богу. И к Святой Библии. И поэтому исследования какие-то там. Что-то смотрят. Это ваша работа. Вокруг моей колокольни вы все-таки. А я каждый день что-то новое. Вот у меня новые голубята. Вот они. Только сейчас убирал. Я опять склоняюсь. У меня все время новое. А что новое? Я сценизатор. Я убираю. Вот они где. Вот они. Чтобы они сами не залезли. Подождите-ка. Это будут ручные голуби. Дикие. Стой-стой-стой. Стой-стой-стой. Ну-ка мои застранщики. Ишь. Придумали еще. Ну-ка маленько подвинься. Ишь. Ишь. Как они тут все натворили. Ну-ка отодвинься. Ну-ка маленько отодвинься. Э. Ну. О. Вот. Все. А эти где? Вот они сидят. Это ваши? Смотрите. Кормите их. А то я кормлю их. То есть видите как. Утро сегодня. 25 января. Э. Двадцать штое. А? Двадцать штое? Да. Двадцать штое. Вот так. Еще и подправляют. Правильно подправляют. Вот я их вычистил сейчас. А сейчас что? Я не знаю где он. Есть или нет здесь. А тут у них чего-то нету. Вот смотри как я делаю. Вот оно. Ничего нету. И вот наблюдай дальше. Это каждое утро. Вот эта шторка закрыта. Чтоб голуби не залетели туда утром, когда печка топится. И на плиту сядут все. А чтобы не сдвинули. Палочки прибил. И вот сейчас я им готовлю завтрак. Вот кто не знает. Ну не просто это игра какая-то. Это серьезная работа. Вот это у меня пшеница. То есть отходы Игорь Барабаш дает. Это каждое утро. Вот пушинка какая-то. Надо убрать. Вот двойной мешочек. Чтоб не прорвался. Вот теперь я беру норма. Две горсти. Это много. Голуби это самая прожорливая птица. Непрерывно едят. Вот наелась курица остановилась. А это нет. Целый день лопают и лопают. Вот. А это лущеный горох. Вот я его лущеного горошку им дам. Это каждый день. Каждое утро. Два раза. Но подожди. Рано еще тебе. Вот она. Видишь какой мелкий горох. Это сильно хороший для них. Они очень любят. Ты еще маленький. Родители вот берут это. Перерабатывают. И делается белое как молоко. Птичье молоко. Это именно о них говорится. Птичье молоко. А теперь. А теперь семечки. Семечки мелкие. О. Вот теперь я им приготовил утром завтрак. А он залез. Там уже ждет меня. Сидит. Вот. А она там. Наверху. И это. Вот она. Видать. Вот я ставлю ее. Через стекло. И она с двух сторон. И там же вода. Видите как. А там у меня голубятни. И в деревне две голубятни. Повторяю. Статья огромная была. У злого человека голуби не водятся. Пусть эти которые нападают. Хоть один из этой кодлы покажет у кого голуби есть. А у меня фактически четыре голубятни. Притом никакой пользы от них нет. Вот он. Пришел. Ну давай пошли домой. Теперь я его туда отправляю. Давай. Там папка у тебя сидит. У них вы. Все там почистил. Туалета от них много остается. Вот он. Да маленький мой. И какой пушок на голове. Первый раз держу дикарей. Дикарей не держал. У меня породистые. Шесть пород разные голубей было. А это. Я их полюбил. А тот меня бьет крылом там сидит. Ну-ка подойди сюда. Ты бы засвети. Не наступи. Покажи еще они там где. У тебя получится? Нет? О надулся какую страсть. И вон они рядом сидят. А тут вода внизу налита. Ой зоб то как блестит у него. А вот где кормушка. Туда дальше право показать как. И вот тут и второй этаж сделал. Сюда они залетают. Это вылетает когда. Вот я их как перекрываю. А они сидят. Сейчас я их закроюсь и она залетит. А чтобы она залетела. Я их приманочку сделаю. Она наверху сидит. Вот. Закрою и тогда кошек выпускаю. У меня надо варьировать. И так в день несколько раз. Вот уж заняты. Пенсионеры мне чем заниматься. Вот сейчас в данный момент. Что у меня здесь идет. Вот идет загрузка. Загрузка. Что сегодня утром мы насчитали. Уже 12 процентов. Осталось еще 301 минута. То есть она медленно загружается. Пять часов. С лишним. Пока обработаю. Пять часов. Вот тут у меня все в порядке. Вот это завтра уже подготовлено. Что будет. Ну вот так вот. Это я работаю со своим. Вот он где. Вот сегодня сейчас я обновление сделаю страницы. Попутно показать. Какие я сегодня выставил ролики. Сейчас она дернет его. Идет заказчика. Главная энергия идет на заказчику. Поэтому так медленно обрабатывается. Вот она крутит. Где. Вот. Какая. Какие были у меня здесь сегодня. Ролики выставлены. Не дает. Все законопатило. Вот сейчас откроется. Это каждый день. Вечером выставляет два стихотворения своих. Каждый вечер два стихотворения. Насчитанные в аудио. Сейчас она приоткроет ее. Вот она. Что. 44. Вопросы. Пожелания. Вот утром выставил. 36. Вот это. На благовестии были на крещение. Занятия. Вот оно где. Пожалуйста. А что еще тут. Ну и все наверное. Она еще идет. Поэтому не дает двигаться. А вот. Жития святых. Ну просто. Кто слышит. Покажите. Где на каждый день. Жития святых. В аудио начитанное. И таким оформлением. Ну еще не понятно. Что. Это работа идет. Как то мы. День. Значит. Наш день. Община. Первое воскресенье. После 19 января. И день. Нашего сайта. И форума. Мы отмечаем. Первое воскресенье. Февраля. Вот. Вот. Вот будет где-то. Ну и собрались. Кто помогал. Администраторы. Ну. Эти. Модераторы. И которые там. Вообще помогали. Двенадцать человек только стоял. Это еще собрались не все. То есть это очень большая работа идет. Очень большая. Ну речь идет даже вот о посещении здесь. Сколько посещений здесь было. Один миллион девятьсот. Не посещений. А просмотров. То есть фактически вот-вот на днях. А может сегодня завтра. Будет уже два миллиона. Два миллиона. Просмотров. Ну это. Для нас это как раз. Вот я открываю допустим. Вот этот. Вот смотрю сейчас. Смотри. Вот здесь нажмешь. Видно. Сколько посетителей. Было вчера. Сейчас оно может быть откроется. Не откроется ли. Потому что закачка идет. Закачиваю новый ролик. И увидит. Вот видишь. Она не идет. Не пошла. Ну не пошла и все. Я его закрываю. И новую попытку делаю. Новую попытку. Вот сейчас мы посмотрим. Она должна открыть. Со второй попытки. Сколько было. Видите как. Вот статистика уже открылась. Сейчас покажет статистика. Вчера было 485. Сейчас это дернулось. 485. Вот вчерашний день так. Вот. А сегодня. Вот за это время. Утром. Вот сейчас еще. Шесть часов. Да. Семь часов уже. Семь. Сто семнадцать на семьдесят два больше. Чем вчера. Ну почему неизвестно пока. Вот. Это мы посмотрели. А теперь. Вот здесь вот. Показано. А. Где нас слушают. На международной арене. Все пять континентов. То есть. Где-то. Около ста государств. Ну. Помаленьку там. Где-то больше. Где-то меньше. Но она видишь. Очень трудно открывается. Вот она. Сервис там. Где обслуживает. Вот. И видно будет. Больше всего в России. Во втором месте Украина. Третья. Кажется Белоруссия. Четвертая США. Ну и речь идет не о. Не о двух прихожанах там. Которые слушают. Речь идет о тысячах. Ну она видишь. Вот она крутит на одном месте почти. Так что очень интересно. Это кто. Пользователи. Сколько. Кто. Интересно так все это. Указано. Но я не могу дождаться даже. Счета пятьсот три. Сейчас может быть откроет. Даже жалко. И вот мы будем давать отсчет. Вот она. Пошла. Вот. Вот. Должна добить ее. Уже начала вытягивать. Посмотрите как идет. У нас тысяча пятьсот восемьдесят тем на нашем форуме. Тем. Там и фильмы. И все-все-все. В полной полноте. То что на форуме в течение. Там вот я вот здесь полгода. И ни одного нет нигде спорного вопроса. Вообще никто. Но это тоже говорит о чем-то. То есть материал настолько полный даем. Что человек считает и понимает. Спорить не о чем. А что это. Конечная инстанция. Для человеческого организма. Достаточно больше. Уже будет ему в ягость. Как японцев спрашивали. Сколько вырабатывает. Столько-то. Примерили к российским. Это три человека надо русских. Как они закручивают. Сборочно. А можно быстрее. Больше нельзя. Сердце останавливается. То есть на пределе. Вот нужно работать на пределе. Всем умом. Всем сердцем. Всей душою. Всей крепостью. Четыре раза. Всем, всем, всем. 99 Богу не нужно. Именно всем. Это что? Карта? Ну да, карта. Почему она дальше не открылась-то? Ну не, не дает что-то заклинило. Вот так. Я думал, что она откроет. А ну-ка я открою вот это вот. Видимо здесь она еще что-то есть. Это по-новому все меняет. Вот что интересно. Когда что-то меняют. Там в Mail.ru. В контактах знаю. Еще ни разу практически не было. Чтобы на улучшение шло. А все как какие-то такие дела. Прямо думаешь зачем они все это делают. Ну и еще. Не получилось у меня. Не получилось. Не открылась. Раньше была откроется карта. По карте можно было посмотреть. Сейчас ничего этого нету. Ну и все тогда на этом. Сколько закачалось? 13 процентов. Пусть скачает. Теперь отойти надо, чтобы голубка залетела. Я ее закрою и окошек выпустим. А ну-ка отойдем сюда. Она должна сразу залететь. Я уже убираю это все. Вот смотри. Сейчас смотри она подлетит. Я ее скорее скорее закрою. Так. Сейчас подожди минуточку. Вон она сидит. Трогать нельзя. Она сейчас мы с глаз уйдем. И она постарается слететь. И мне нужно успеть закрыть. И кошек выпускаю тогда. Видите чем занимаются пенсионеры. А то говорят пенсию получают. Внуки отбирают. Скучно жить. Неправильно это. Вот печка. Дрова. Уголь. Вот Никита видишь как. Там подкинуть надо. А? Подкинуть надо. Подкинуть? Сейчас подкинем. Сейчас подкинем. Вопросов нету. Вот так. Печку чтобы подкинуть. Нужно что сделать? Летний ход открыть. Порядок. Дальше. У меня нож там остался. Сейчас подожди я возьму. Это вот что от голубей есть. Это все на растопку пойдет. А теперь нож. Вот сейчас я нож возьму. Открою. Открыть. Здесь какие кощегарные. Вот. Здесь топлю я. Никому не разрешаю. А ребята туда ходят в церковь. Вот здесь теперь поддувало закрыть надо. Чтоб яги не было. А здесь открыть. Вот оно где. Тут надо чтобы был рядом чайник. Он уже чтобы скипел. Чтобы быстро закрывать и открывать. Там кипяток уже. Ну это не важно. Не закрывать надо кипяток. Ну вот это. Можно помаленьку, а можно больше. Вот так. Можно неохота мне это черпаком делать. Я хочу больше отсюда. Я думаю этого хватит. Вот так. Вот это теперь убрать. Поддувало открыть. А трубу закрыть. Вот такой порядок. А эта дрова у нас подсушивается попутно. Решетка. Одно время Игорь Глушков где-то на 3 часа. На такался. Как на такался. То есть называется. Узнал. Дают. Продают хлеб дешевле. Какой-то там бывает некондиционный. На хлебозаводе то. И он меня стал возить мешками. Покупает. Но намного дешевле то. Но я вот начинаю сушить. У меня везде решетки то. Я насушил полных. 12 мешков. 12 полных мешков. Ну и куда. А куда. Подарки. У кого детей много. Вместе с мешками. Подарить. Не продавать. Знаете на душе как радостно. И 12 мешков. Да. Два мешка коснулись. То есть потребовались нам на нашу миссионерскую деятельность. Смотри. Садится. Залетает. Вот теперь нужно чтобы она успела головой туда зайти. Сейчас нельзя трогать ее. Так вот сделай подальше чтобы видно было. Как она только туда. Я рядом стану. Я быстро должен подойти и закрыть ее. Вот она. А чтобы она не улетела. Сейчас успокоится. Ее нельзя трогать. Там он сидит. Ждет ее. Если я сейчас буду подходить она взлетит. Но если она туда дальше продвинется. Я успею поднять руки и закрыть ее туда. Видите как. А она сидит понимает. Дальше шагнуть это значит я ее закрою. Так. Готовимся. Голову отвернула. Сейчас она увидит там семечки дальше еще насыпанные. Так. Пошла. Все. Все. Теперь я подошел. Ни под каким видом. Сюда никак нельзя. Смотри на нее. Подойди. О. И теперь чтобы ничего не случилось. Я ее завязываю. Эта решетка то. Уже все. Ей не выйти туда. Она сидит не ест. Смотрит на меня. Дикари. И такие умные. Они даже умнее кажется этих. А теперь все. Теперь этих пленников я должен освободить. Вот они. Вот она. Подпертая палочка стоит. Вот. Покажи как палочка. Вот. Убрал ее. Здесь тряпка. А здесь фанера. Вот сейчас первая. О. Рыжая выскочила. Все. Они чувствуют шорох. Так. Эй. Вылазьте. Они уходят туда под пол и там спят. Сейчас оттуда полезут. Эй. Белый. О. Выскочила белушка. Так. Где этот самый ленивый то? Лежит там. Белый. Белый. Выходи. Амнистия. Выходи. Э. Белый. 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 Иди рыбы дам. О. Рыбу услыхал. Сейчас придет. Вот она пришла. Да такая красавица моя. Да хорошая. Вот какие кошки у меня. Ну где они там? Вылазь. Ленивый. Ленивый такой. В кого он такой? Белый. 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 Выходи. Это далек оттуда. Он слышит. Но лежит. Нету. О. О. Наконец-то. Иди. Битюк. О какой здоровый. Котяра вырос. Вот он. Летом болел. Его остригли. У него колтуном было. Дети спрашивали. Бой что дай? А чего он такой страшный? Ну и я его. Батюшка пришел. Ножди сами остриг. Потом. Какие у него там были язвочки. Все залечили. Так он привязался. Иду в туалет. Он за мной. Я пошел в баню. Он под полу где парится. Залезет и сидит там. Вот он где. Вот он где. Вот и все. Вот такое наше утро. Что Никита смотрит-то? Посмотри. Может смотрит что-то неподвебное? Нет. Все у него хорошее. Музыкальное сопровождение делаю. Вот. У нас каждый сам занимается. Сам по себе. Это. Такие мы вот верующие. Из компьютера не вылазим. Ну и все. Пока. Давай убираем. Во славу Божию. Сегодня мы маленько с морковкой задержались. Но ничего. Морковку надо съедать. Вот она где. Вот что делает. Надо погладить. Что она нигде не дерет. Только одно место. Вот где она дерет. Вот такая палочка. Она видишь. Доточили. Все источили. Скоро рухнет. Надо где-то одобрить. Надо знать. У нее вот здесь вот. Особенно много. Ну. Положительных нервов. Так сказать. И собаку также. Погладить. Кошка. Что интересно. Вот я люблю. Глухонемые говорят. Люблю. И кошка. Я люблю. Видите. Вот. В других языках. Что вот. Гайка. В шамесском языке. Мутор и гайка. Одно и то же. Вот. Все заложено. Что то такое. Вот. На все на это. Когда смотришь. И думаешь. Господи. Вот. Я когда детям говорю. Вы дети. Пришли в этот мир. А я никому не нужен. Не так. Ты посмотри. Тебе нравится что окна. Да. Я показываю двери. Мир ждал тебя. Когда ты придешь. Уже подготовили окна. Двери. Спрятаться. Тебя не хватало. Тебя не хватало. Тебя не хватало. Вот. Одно я взял из Австралии. Другое из Японии. Третье из Англии. А что можно из Англии взять. У них правило. Если в общежитии живешь. Нарушил тишину. Два замещания или три. И лишаешься права. Так у нас. С этого нельзя делать дети. Ты выйдешь из Келли. И будешь на вахте стоять. Я им говорю. Откуда это взято? Это уважение к тому народу. Как они мудро поступают. У нас дети знают. Кто изобрел мобильный. Кто интернет. Кто президент. Кто премьер-министр. Кто глава администрации края. Все дети должны знать. Это работа непрерывная. И точно так и здесь. Вот они. Кошки работа. Голуби работа. И закончится жизнь. Закончится с радостью. Поприще окончено. Павел говорит. Желаю разрешиться. Выйти из тела. И быть со Христом. А не так. Что смерть от старики идут. Таблетки. Не хватает. Лекарства. Не хватает. Не надо лечить. Мое мнение такое. После 60 лет. Надо заботиться только о вечности. А уже это как удастся. Средства бросать надо на то. Чтобы молодых поддержать. Когда в аварию попадают. Вот куда надо. А это. Не вылечишь. Живут неправильно. Пьют. А потом лечить. На сегодня все. Во славу Божию. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.